Друзья, смотри, мы встаем вот здесь вдоль, с белочкой дальше не идем. Виктор, стой, 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 стой. Настя, Настя, Настя. Так это Годзилла. Настя. Вот. Вы можете дальше проходить и рисовать вдоль дороги. Девочка! Ей тоже не просто, как видишь. Настя, 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 Настя. Настя, 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 Настя. Настя, 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 Настя. Настя, Настя. Настя, 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 Настя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Вот ничего не Приходит Уходит Ну and рад так же как все Думаю. Дубля, я наверное Крою Харкел Е político Харкели Ране И тогда я еще пить особо не умела Брат привез на праздник к contrώ А я не раду, теперь выпила больше половины Мне четырнадцать два А это считай самогон Он меня самогон гонит, но сейчас уже не здесь живет. Там в городе вроде бизнес какой-то, бар, штуль открыл. Пиво там, водка, селедка, то есть мы с ним не общаемся. С мамкой на смерти? Ну, не знаю, что там. Дележка началась, наследство, я не люблю это. Это что-то, деньги, вот это вот. Не мое это. Это не моя природа. Я вот думаю. А что, если это не их природа, где бить ногами? Ну, просто они думают, что их тут, и все. Я вот такой, мне нравится бить людей ногами. А на самом деле он хотел быть пасечником, или там цветы собирать, ну, или картины рисовать. Ну, это, конечно, он без денег будет, как я, но что? Лучше без денег, чем человека ногами бить. Не знаю. Ну, Колька мой не любит. Он после того, как протрезает, всегда говорит, Катюша, ну, прости меня. Кто-то согнулся что-то совсем, больше не буду, вот. Ну, я пообижаюсь немного, и что, прощаю? Может, как не простить? Ну, люди, которые палками набьют, там, на Красной площади, они тоже прощают. Ну, потому что у них цель есть. Вот. У меня тоже какая-то цель была, не знаю. Она исчезла. Не знаю, что лучше, без цели жить или бить ногами. Я вообще выпить хочу. Так трудно думать. Ну, вот, потому что. Ну, как это так, бить людей ногами, я не знаю. Ну, хотя, кто я такая, чтобы там что-то говорить? Я как узнала, у туристов начала, вы спрашиваете. Что-то как, что за низкладуха там такая у вас вышла? Вот, получается. Одних, значит, куда-то не допустили, там, к власти. Другие, ну, как бы их, эти, собратья по улю, да, хотят, чтобы их допустили. Охранники другого улю говорят, нет, нам вот это все ваши царицы не нужны. Нам это зачем? Нам своих достаточно, вот. Ну, это я так понимаю. Ну, вот, странные какие люди. Вот. А у пчел все понятно. У них старая царица свое отживает. Ну, все. Не может она больше новых детей делать. Да, то есть, как бы новых детей не будет, значит, не будет новой жизни, нового меда. Все, все погибнут. И все как-то нормально разбираются, что вот к чему. Нам царица это не подходит, она старая. Пусть уходит. Убивать они не любят. Не хочет уйти, пусть уходит. А они все там просто что, уходить не хотят? Я еще никак не помню. Ну, это же природный цикл, как в природе. Пришла весна, и новые колонии строятся заново. Вот, все заново начинается. Тут что получается? Цикл за циклом, и с нас весной все по-старому. Бьют не старых цариц, а молодых пчелят. Это как-то больно. Мне больно от этого, я не знаю. Больно же молодых. Я сама молодая. И за себя тоже больно. Но по-другому. Я справляюсь? Я сама все могу. Да, что-что пью. Мне так весело просто живется. Поэтому молодым же помощь нужна. Опора какая-то, значит, зацепиться за что-то надо. Не знаю. Ну, пчелы, пчелы. Просто так убивать не будут. Это ненормально по их законам. Ну, зачем разводить войну, если можно просто уйти? Там, в лес уйти, через поле, не знаю. Там как-то исчезнуть. Потом вернуться, если захочешь. Ну, в смысле, там вернуться не так, как хочешь, а это как цикл. Ну, был одним, стал другим. Реинкарнация еще это называют. Я в религиях не разбираюсь. Вот это вот все. А вообще верю. Верю. Честно верю. Я верю во все сладкое и красивое. Это моя такая Катина Вера. Я сладости, ой, как люблю. Обожаю. Вот даже могу водку не купить. Честно-честно не купить могу. А шоколадку куплю. Вот хоть какую-либо. Обертки от них собираю. Да, у меня коробка целая есть с обертками. Ну, от конфет. Разными. Я их храню и еще прошу привозить, если кто куда ездит. Вот у меня даже есть одна заграничная. Из Абхазии. Степана ездила, привезла мне. Говорит, Катюша, на тебе шоколадку. А там обертка какая-то, буга, полпухи бегают. Все в цветах. Ангелочек уже нарисован. Ну, как бы над ними, над всеми, кто там работает. Смотрит на них сверху и улыбается. Думает, какие вы молодцы, ребята, что так трудитесь. Никаких там пришельцев не нарисовано. Ну, эти, которые в касках. Откуда им на поле взяться? На поле некого бить. Поле не место для войны. Вообще, природа не место для войны. Я поняла. Вот проблема у вас в том, что вы там не дышите. Вот поля просто нет. Вот я люблю по полю ходить босыми ногами. У меня своего поля нет. Но все равно мое, понимаете? Я могу по нему вот ходить, валяться, купаться. Вот тут все в грязи. Да, я люблю свою полю. Я эту грязь люблю. Потому что это другая грязь. Это настоящая грязь. Не человеческая. Это грязь от любви, от солнца, от Бога какого угодно. Я создал кто угодно, но не человек. А в Москве там грязь человеческая. Человеку грязь создавать нельзя. Он не умеет это. Этого никто не умеет. Мне зачем ему это уметь? Плохо это. И перестань человек создавать грязь. Бери свои ноги, разувай ботинки и иди вон по ушку. По полю иди. Что там у тебя есть? А что у вас там? Я даже не знаю, честно. Честно, я не знаю. Продолжение следует... Я слышал, что здесь не все словальные значения. Тут надо считывать информацию над головой. То есть ты примерно понял, что это за человек, который это за головой? Иди, вон он, примерно. Что это за женщина? Я на животе. Как я бы примерил. Что там? Это ничего. А ты не знаю, да? Я знаю, что это за женщина. Давай, я знаю, что. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...